Второй год подряд в Екапилсе проходил спортивно-музыкальный праздник, который организовывает местное общество Фонд развития спорта, собирая многочисленную публику. Он так и называется – рок и хоккей. И в этот раз программа оказалась настолько разнообразной, что ее с трудом удалось вместить в один день. С самого утра к Екапилскому спортивному центру стали подтягиваться люди, чтобы поболеть за местные любительские команды, которые вели борьбу за переходящий кубок Гуннерса Мейерса. Автор знаменитого гимна. Эту, ставшую народную песню хоккейных болельщиков, кажется, в нашей стране знает каждый. Хоккейная тематика здесь не отпускала ни на минуту. Во всяком случае, невозможно было в фойе пройти мимо того самого приза, который не так давно, в мае, держали в руках удивившие весь мир хоккеисты сборной Латвии, завоевавшие бронзу в Тампере на чемпионате мира. В Екапилсе с ним мог сфотографироваться каждый, и надо было подловить момент, чтобы не оказаться в очереди к нему. Интерес был большим. Как, кстати, и интерес зрителей, которые так неистово болели за свои команды, что создавалось впечатление – ты находишься не на турнире с участием любительских коллективов, а на матче чемпионата мира. И награждение лучших было соответствующим, в котором можно было заметить генерального секретаря Латвийской Федерации Хоккея Роберта Плявейса. Главный приз – тот самый Куба Гуннерса Мейерса – завоевали игроки хоккейного клуба Екапилс. Как говорится, родные стены помогли. Ну а теперь о главном. О том, что вызвало такой большой ажиотаж и почему на этом празднике нашлось место благотворительному матчу. Уже на входе в арену каждого встречали волонтеры с контейнерами в руках для пожертвований. Любой желающий мог лично оказать помощь детям семьи, в которой в середине апреля этого года случилась трагедия. В произошедшее до сих пор поверить невозможно, когда на глазах детей погибла их мама от рук Леона Русенша, до сих пор находящегося в розыске. Одним из инициаторов такого матча стал экс-защитник сборной Латвии Родриго Лавинч, который является сегодня тренером местного клуба «Балтулуши». Обычно эти матчи очень народу нравятся, нам самим нравятся. И мы можем тоже благородное дело сделать для одной семьи. Легко ли было собрать такой звездный состав? Все ли откликнулись? Ну, 99% все, но некоторых я забыл даже. И сегодня вспоминаем, не буду имена назвать, но реально, ну, очень все откликнулись, потому и быстро набрался состав и смотрим уже слишком много. Самим хочется больше поиграть, и уже три пятерки получилось в одной команде. Специально в Екапилс на благотворительный матч приехали звезды латвийского хоккея во главе с наставником сборной Латвии Харием Виталинчем. Неудивительно, что им не давали прохода. Просили все время сфотографироваться и дать автограф. Я всегда с удовольствием выйду на лед. Так что я сейчас этим летом тоже как бы себе уделил время немножко и поиграть по вечерам. Я уже говорил, что я с докторами там выступаю играть. И сейчас пригласили здесь сыграть. Так что всегда приятно выйти на лед, особенно с ребятами, и наслаждаться просто игрой. Не думайте о том, что как тебя тренер оценит, так как сам тренер. Так что будем наслаждаться. Кто тебя лично позвал в Екапилс? Родриго Лавинч, он организует это все, да, и он пригласил. Что-то о трагедии в Екапилсе ты до этого слышал? До этого нет, но она уже, как же скажем, мы уже знаем, из-за чего это все и для чего этот матч сейчас организован. Так что да, будем стараться помочь. Такое же повышенное внимание к своей персоне испытал, например, и известный в прошлом нападающий сборной Латвии Александр Неживий. В принципе, Родриго предложил сыграть в таком матче. Сразу согласился, ну и приехал. Тут много ребят, знакомых, с кем мы раньше играли. Плюс другие люди, которые тоже знаю. Ну, поэтому и приехал. Слушай, много лет прошло, как ты, грубо говоря, повесил коньки на гвоздь. Но все равно еще иногда выходишь и играешь. Я вижу, что болельщики тебя помнят и приходится фотографироваться, развивать автограф, и тебе это как бы льстит. Ну, не то, что льстит, конечно, приятно. Столько времени прошло уже, сколько, 9 лет я профессионально не занимаюсь хоккеем, да, ну, не выступаю. Ну, как-то люди помнят еще. Очень приятно, конечно. Впрочем, не только хоккеисты нашли время, чтобы приехать в Екапилс, но также музыканты, артисты, певцы и представители других видов спорта. Например, наши титлованные скелетонисты-братья Дукросы. Старшего из них, Томаса, я встретил еще до того, как он скрылся в раздевалке. Мои оба ребенка занимаются хоккеем, и пусть сам я не хоккеист, я провожу достаточно много времени в ледовых дворцах, вожу детей на тренировки, на матчи и на соревнования. Так что хоккей в моей жизни точно не случайен. Сам я, кстати, редко выхожу на лед. С братом увлеклись хоккеем еще в 15 лет назад, но затем это дело бросили, так как было опасно для нашей спортивной карьеры. Этот матч не такой серьезный и для благого дела. Вот почему мы согласились. На лед в тот день вышли те, кого хоккейным болельщикам лишний раз представлять не нужно было. Лаурис Дарзенч и Микелис Редликс, Эдгар Масальскис и Гинс Мэйя, Гунтис Галвинч и Олег Сорокин. А еще известный наш автогонщик Иварс Вассараузис и Янис Юбалс из группы Прата Веттера, скелетонист Мартин Дукрос и Айгор Граверс из Юмпровы. С некоторыми из них удалось перекинуться парой слов буквально на ходу, прямо у бортика. Я и хоккей, это вполне логично. Я вообще со спортом на «ты». Зимой мое предпочтение – хоккей, и я до сих пор играю за ветеранскую команду. Я здесь еще и потому, что с Родриго Лавиншем я давно знаком, больше 10 лет. Если говорить про нашу группу, то я единственный, кто увлекается хоккеем. Остальных ребят я уговаривал неоднократно, но как-то все не получается. Хотя Прата Веттера – очень спортивная группа. После автоспорта мне хоккей тоже нравится, второй спорт. Часто удается встать на коньки и покататься? Ну, сейчас уже чуть-чуть играю в ветеранной лиге, так что раз или два раза в неделю поиграем чуть-чуть. Была такая мысль, что, может быть, ты в действии не темидом спорта начал заниматься? Может быть, кто знает, кто знает. Но было такое дело, но раньше не получилось, сейчас получается. Сколько шайб сегодня забросишь? Я защитник, я стараюсь не запустить. И еще вопрос. Что общего между хоккеем и раллийными гонками? Быстрота, быстро соображать ситуации. Большой, как сказать, год. Честь здесь быть, да, играть, так что, надеюсь, буду стараться. Кто тебя позвал? Ты долго думал над этим? Не, сразу буду. Молодец. Для тебя было важно, почему такой матч вообще организовывается? А, не, ну, слушай, да, когда разговаривали, я так тоже по всему миру не буду ехать просто так. Но мы сегодня встретились, и как бы Роджер мне все объяснил, и мне вообще без проблем было. Я с удовольствием приехал сегодня. Последний вопрос. Тебя не обижают, когда тебя называют уже ветераном латвийского хоккея? Бывают такие случаи? Ну, сейчас этот хоккей очень динамичный стал, и, в принципе, когда уже те больше 30 лет, уже все начинают ветераном называть. Так что я уже ветераном, ну, где-то лет 10 уже считаюсь. Можно сказать, ты закончил карьеру, или все-таки дай надежду болельщикам? Хоть где-то сыграешь еще, может, в чемпионате Латвии за кого-то? Ну, слушай, давай оставим какую-то интригу. Вдруг мне из Саудовской Арабии позвонят присоединиться к кому-то. Так что еще интригу оставим. Сама игра с участием белых и зеленых вызвала такой ажиотаж, что, как говорится, яблоку негде было упасть. И это понятно. Не каждый день в Екапилсе высаживается такой звездный десант. Основное время матча завершилось со счетом 8-7 в пользу белых. Впрочем, благодаря Лаурису Дарзенчу зеленые сравняли счет в серии послематчевых буллитов. Но чтобы все же выявить сильнейшего, организаторы приняли решение дальше играть 3 на 3 до первой заброшенной шайбы. Судьбу встречи решил гол в исполнении Александра Неживия. Итог 9-8 победа белой команды. Впрочем, результат игры не имел принципиального значения. Согласно официальной информации, в тот вечер, который завершился ближе к полуночи на футбольном стадионе выступлением звезд латвийского рока, в том числе и группы Opus Pro, было собрано 3301 евро и 80 центов.